Привет, зрители! Этот ролик будет посвящен моему парфюму на декабрь. Да, вот я сначала подумала, что у меня такое с ноября на декабрь перейдёт, только трое. Кто-нибудь не поймёт прикола, там типа Новый год, надо что-то такое воздушное, торжественное. Да, если что, интересно, вот на губах сейчас, переходя с ухода ролика, я не убирала её, прям тут так и оставила на парфюм декабря. Палетка и фроше, Гранд Руш, четвёртый номер. Тот, который больше всех заюзан как раз на мне. В общем, это у нас Эйвен Саммер Вайт Риа. С ноября переходит на декабрь, это подарок от подписчицы Лёли. Видите, сколько я его заюзала, по большей части его и юзала. Правда, были моменты, что я выходила из дома, пусть даже недалеко или очень далеко. И где-то так прошла метров 15 от дома. Блин, я забыла чем-нибудь попрыскаться. Почаль вселенская. Пахнет ананасиком. Другая водичка тоже от Эйвен Саммер Вайт Санрайс. По-моему, мне её задарила Лена из Евпатории, если я путаю. И Лена её не дарила, напишите мне в комментах. Типа Лиолет и Склерот. Это был кто-то другой. Пахнет ванилькой такой. Причём пудровой такой ванилькой. Немножко напоминает Приму от Эйвен. Немножко напоминает Камон Эвиденс, как явность от Ифраше. Но чисто вот именно пудровой ноткой. А так это ванилька такая крутая. Я тоже её прилично поюзала с тех времён. Хотя по большей части она была уже неполная на начало ноября. Но я её юзала. И сиренька, моноаромат какой-то русской фирмы, ноу-нейм. Она всё ещё жива. С ноября переходит на декабрь. Сейчас вот поползу в озон забирать свои утяжелители для ног по 2 килограмма на ногу. И может быть ей даже прискнуть. Вообще они как бы такие все вот эти. Ну ванилька, мне кажется, она универсальная. Вот сиренька и ананасик. Они, мне кажется, всё-таки более летние на тёплое время года. Но они у меня как-то универсальными стали. Это лимитка, дикая снятость, Ифраше, ванил. Новогодняя какая-то коллекция. Хрен знает в каком году она сделана. Это Ксюша со мной, подписчица, поделилась своей коллекцией. Ваниль. Ваниль, ваниль. Я тут прочитала про бобы тонко, поняла, что если их добавлять в еду, правда их покупить ещё надо для начала и как-то особо приготовить, чтобы добавлять еду, то они тоже немножко отдают ванилью. А потом я вспомнила, что название бобы тонко я встречала в том же каталоге Эйвен или ещё где-то как добавление в каких-то ароматах. Что я про бобы тонко вспомнила, потому что ванилька. Мне очень-очень нравилась Ифрашевская чёрная ваниль, ваниль Нуар в серии Секрет Де Санс. Но она, по-моему, уже дикая снятость моей сестре. Одной нравилась, я помню, когда мне приходили в подарок за заказ Миньки, я ей отдарила, просто отдавала. Вот это тоже как бы ещё была ваниль Бурблон в Ифраше серия Плезир Натюр. Ну, обновлённая серия Плезир Натюр – это вот примерно то же самое, что сейчас я в руке держу, только это вот другая лимитка, тоже ванилька. Тоже ванилька-лимитка. Другая ванилька, но лимитка. И тоже Ифраше. И, в общем, в принципе, мне нравились вот все вот эти ванильки Ифраше. Вот это тоже нравится. И я думаю, что она в декабре самая топ. Вообще, залезла в свою полку. И там, как вот открываю, у меня наверху сейчас полочка с духами, а внизу всё остальное. Там компьютер, ещё что-то, смысл, нетбук, смартбук, что-то ещё, графический планшет. Какая-то бумажная бумага. И так пахнет чем-то вкусным. Я сегодня там порылась, порылась, так и не поняла, что конкретно из этих духов пахнет именно так, как надо. И в итоге просто методом тыка поняла, что мне хочется заюзать в декабре лимиточку Ирис Нуар. Это со мной поделилась подписчица Света своей коллекцией. И про которую я говорю. Точнее, про продукты от неё я говорю в предыдущем ролике. Это который был про уход на декабрь. И подумала, что мне как раз на зиму не хватает на декабрь именно Ирис Нуара, снятости тоже Ифрашевской. И вот этой ванильки и Ифрашевской тоже снятости. Ну и эта троица как бы не будет одинока, с ними будут два новеньких аромата чисто на декабрь. Ну не в том смысле новенькие, но чисто из одного месяца в другой перейдут. Кошка сейчас рискует долбануться с груды белья, которую я всё никак не поглажу. Но она внезапно села и не падает. В смысле ни бельё, ни она. Ирис Нуар вообще моя любимая универсальная водичка. Одна из моих любимых. Вот если из тёмных, вот ифрашевских тёмных снятостей, вот она. Вообще моя любимая первая духет ифрашета, светочная водичка, которая тоже уже снятость красненькие. Красненькие, светленькие такие, да. Ирис Нуар. Ирис Нуар такие тёмненькие. Я помню, летом пшикнешься один раз и вообще жаришься, никак он вообще во всех сторонах. Только на холод. Унисексовый такой аромат душ примешь, он немножко изменится. Совсем унисексовым таким станет. И ещё этот, как явность, тоже Common Evidence. В принципе, если Common Evidence, с ним тоже потом после того, как попрыскаешься принять душ, у них общий какой-то унисексовый аромат остаётся. Вот ифраши у меня. Два ифраши, два Эйвана и Ноунэйм переходят у меня на декабрь, на мои парфюмы. Если вы чем-то подобным юзаетесь в декабре или вообще зимой, то дайте знать, каменты будут прикольно почитать. Всем спасибо и всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.